Всем привет! Это новый выпуск шоу Предельник. Если до этого мы сидели только в креслах друг напротив друга, то этот выпуск мы начнем с того, что, гуляя дальше по гостинице Аист, идем в Святая Святых Сергея Калугина. Место, где он записывает музыку для шоу Уральские перемени. Так, вот и нужный нам номер. Тук-тук. Здравствуйте. Привет. Эта программа пока все дома. Ого, я должен тебе сказать. Слушай, номер. Я потом покажу. Я живу в очень похожем номере по размерам. Ну, чтобы диваны вертикально стояли. Кстати, это что такое? Это звукозащита, звукоизоляция. Это для соседей или это для тебя? Нет, это для меня. Соседи там такие же взбалмошные. До утра орут, смеются, что-то придумывают. Тогда это получается кто-то из наших. Поставалов. Здесь Поставалов с компанией, там Соколов с компанией. Так что моя музыка их даже подстегивает, наверное. Да? Ну, короче, для чего это вот все? Раньше здесь этого ничего не было. И тут, если включить звук хотя бы на среднюю мощность, начинало все гулять. Ну, тут большая реверберация. И выстроить звук адекватно, там свести его, вообще нет никакой возможности. Ну, вот я позвал Сашу Ведерникова. Он тут построил в Екатеринбурге уже несколько студий. Говорю, слушай, вот такая ситуация. Я работаю вот в этих условиях. Вариантов, чтобы переехать в студию, нет. Вот прямо вот здесь и все. Он подумал так, говорит, все, давай, короче, вот такие конструкции, они легкие. На самом деле, их вот берешь и в любое место переставляешь. Если на что-то записать, ну, прям вот капитально. Раз, здесь стоит человек, поет вот сюда. Звук, там, сюда летит, сюда отражается и все. Реверберации ноль. Реверберацию накидываешь уже там в компьютере. А что накидываешь еще раз? Ну, реверберацию. Реверберация, это что такое? Ну, это когда, как будто в туннеле стоишь, знаешь, и что-то говоришь, например. Это большая реверберация. Если стоишь вот в маленьком туннеле, таком 20-сантиметровом, тогда маленькая реверберация. А можешь вот это объяснить все? С клавишами это понятно. Понятно, да, ничего не интересного. 88 клавиш стандартные. А вот это, вот это уникальная штука. Это советский синтезатор где-то в 80-х годах, 82-х годах. О, это я, год моего рождения. Ух ты, вообще класс. Мус Пром Торг, РСФСР. Короче, это считается, вот именно этот синтезатор, ритм-2. Я не знаю, наверное, был ритм просто. Таким аналогом. Ну, то есть его сравнивают с Мугом. А Муг, Муг это такая, как сказать, взорвал электронно-музыкально-инструментный мир в свое время, там, 70-х. И наши сделали такую штуку. Она, причем, не очень известна в широких кругах. Ритм, меня он потряс вообще своим звучанием. Покажи, что это такое? Ну, блин. Его, конечно, немножко модернизировали. У нас есть такой мастер, известный на все, как бы сказать, во всей нашей стране. Алексей Табер. Он его модернизировал. Там накрутил, добавил субоктаву. Ну, у него отсутствует обработка напрочь. И отсутствуют патчевые переключения, когда, там, допустим, сейчас, никого не удивишь, там, кнопку нажал, у тебя, там, пианино, другая, патчи перебираешь, скрипки и прочее. А здесь все крутишь руками. Патчи — это, как бы, ты выбираешь разный музыкальный инструмент, кнопки остаются те же, но это, типа, звучание разных музыкальных инструментов. Да, ну, то есть, это цифровая техника, вот это позволяет, а это абсолютно аналоговая штука. И все надо крутить руками. То есть, любой звук, который, он не запрограммирован, не вшит, ты накручиваешь сам, как считаешь нужно. Вот он очень классный. Такого не накрутить в этом. Можно, конечно, стараться, но все равно получится не так в компьютере. Здесь он как раз для комедии, для такого жанра, подходит очень, очень круто. Там вот, ну, всякие вот эти гайдаевские звуки, типа... Типа... Ну, что... Ну, что... Ну... Какая крутая штуковина. Ну, причем он еще, кроме всего, он выдает по-настоящему глубокий низ. То есть, я иногда записываю на нем, исключительно на нем какие-то вещи, например, типа, дабстепа, там, что-то вот такое современное. Важная же штука. В пельменях, да, с какого-то момента нету заимствованной музыки. Да, вообще, с самого начала съемки, да. С самого начала. Значит, с 2009 года уже все, вы писали свою музыку? Да. Чтобы не было проблем... А почему? Ну, потому что по авторским правам очень сильный попадус их. И чтобы их не было? Вся музыка своя. Абсолютно. И ее всю пишешь? Ну, да. Все пишешь ты? Ну, конечно, есть песни, которые, допустим, придумывают, финальная песня, например, там, или какая-то начальная, вот ее придумывают конкретно авторы, там, под гитарой еще как-то, потом аранжируют с музыкантами. В среднем концерт два часа, ну, вот обычный, два, ну, там, три часа. И получается все наполнение музыкальное, все вот внутри номеров, между, ну, вот такое вот. Получается, это все на мне. И вот любые там выходы, выходы, какие-то темы, где-то лирика в конце, какая-то там еще, какая-то веселая хрень. Это вот все надо придумать. Кстати, я правильно понял, ты не живешь в этом номере? Живу. Здесь живу. Да, вот это же удобно. Очень аскетично у тебя. Да мне что? Я вообще, на самом деле, когда начинаешь работать, и когда вот куча мыслей, и надо успеть все это воплотить, то я, на самом деле, забываю, что надо есть, там, что надо спать. Когда вот уже совсем, знаешь, хлоп, встал с утра, сколько, 7, вот, все, пора. Если свет, солнце встал, вот, и мне пора. Не, на самом деле, я не то, что я такой хороший или, там, ответственный, а просто боишься все не успеть сделать. Тут буквально не так много инструментов, я покажу фотку в моей студии, там. Я начинаю писать музыку до концертов, вернее, до моего появления на базе. Уже делаю какие-то наброски. И после концертов. Вот сейчас, например, я пишу музыку для номера, в котором используется тема из турецкого сериала. Взяли на чью-то музыку, а на съемках уже приходится использовать только свою. И я просто взял то настроение, и вот сейчас делаю что-то подобное. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вот такое. Бывает так, что мне присылает Женька Голотенко. Человек, который занимается на постпродакшене звуком. Там что-то сыграно было криво на финалке. Баян недавно перезаписывал. Голос перезаписываю, иногда бэки. И все это делаю у себя на студии. Как видите, оно так достаточно хорошо оборудовано. Собирал много времени. Такой арсенал. Это в 80-х годов. Синтезатор. Очень классно звучащий. Вот это вот современный мук. Одиссей. Это вообще моя прямо любимая клавиша. Приобретал, где только мог, разные вот эти инструменты. Еще один поливокс. Вот их два тут. На Синсоник. На нем, собственно, вся музыка создавалась в КВН-ские времена. Вот я синтезатор купил в каком-то ДК за 5000 рублей на гастролях. Конкретно вот этот инструмент с синтезатором. Раньше был у группы Deep Forest. Где-то тут роспись есть. А вот. Вот Rikmuke Deep Forest. Тут про каждый инструмент можно долго рассказывать. Старый швейцарский профессиональный диктофон. Если через него пускает звук, то он очень качественно его обогащает разными гармониками. Как будто через дорогое оборудование пропущен. Бас-гитара. Fender Jazz Bass. Американец. Ну, классика. Вот это. Вокальная комната. Максимально заглушенная. Тут никакой реверберации. Это комната инструментальная. Барабаны. Сюда подключают гитары. Бас-гитары. И можно тут дать шороху. Хорошо, что рядом соседей нет. Как вы можете увидеть, это все находится в лесу. Бывают ситуации, мне звонят, надо сделать заставку для нового сборника. Лучшие Парижа. Я сажусь, и вот у меня с собой вот эта походная миди-клавиатура. Вот она у меня с собой в чемодане. Там же микрофон, звуковая карта, ноутбук, и, собственно, вся такая мини-студия у меня постоянно с собой. Наушники. И садишься, и не важно, где это вообще, в каком месте. То есть я постоянно наготове. Для музыкантов, хоть более-менее знакомых вообще с инструментами, это знаковая штука. Точно такая же у Рамштайна. Вот прямо один в один. И цвет, и, так сказать, и модель. Это Gibson Les Paul. Я купил ее у Пушнова. Конкретно вот эта была его гитара. Да, когда? Где-то 10 назад. Ага. Да. Саня, привет. Вот этот микрофончик купили у наших старших товарищей группы Чаев. Привет, ребята. Ну, Слава Двинина. Он как-то продавал. Говорит, так это нам надо. Вот. Очень качественный микрофон. Очень чистый такой звук, кристальный. Немножко, ну, такой, в общем, яркий. Прикольно. Не надо потом особо эквалайзером управлять. Эквалайзер, знаешь, что? Да, да. Вот. Ну, эквалайзер все знают. Это ж не ревербератор. Да. Я почему спросил про номер, живет ли здесь Сережа? Потому что, ну, вот посмотрите, сами. Вот можно понять, что тут человек живет? Ни одежды, ни стаканчика с водой. Вообще ничего нет. Как-то он так... Я думал, это просто рабочий номер. Нет. По-моему, он сегодня даже не ложился спать. По-моему, он работает. Судя по заправленной... Или готовился вас встречать. Так, у нас уроки по реверберации. СМЕХ Вот, смотри. Итак, реверберация. Это вот... Реверберация – это сумма всех отражений в звуковой среде. Это так. СМЕХ СМЕХ Смешу вот это вот эхо. Ага. СМЕХ СМЕХ Это какая-то магия. Оно звучит, как магия? Да. И вот не скажешь, да, что это какой-то древний советский не ощущение что наоборот вот эти вещи пользуются большой популярностью потому что они давали вот этот настоящий звук ну да они на самом деле до сих пор лучше микрофон был создан какой-нибудь 76 году и говорят же советские микрофоны очень крутые советские классно октава тоже ламповые да да а сколько сколько количества музыкальных инструментов ты владеешь слушаю ну что прямо вообще капец как глубоко поверхностно достаточно поверхностно лучше ну легче сказать на чем вообще не умею наверное вот на скрипичных вот это вот вообще не трогал даже не прикасался а так чтобы что-то вот ну по крайней мере так изобразить и духовые тоже духовые да мы в армии служил в оркестре как раз вот на духом баритоне поэтому трех кнопочные вот это для меня понятная штука бас гитара барабаны клавиши баян ну и аккордеон если надо просто берешь дудочку да это флейту как блок флейту вот нужно вот такой звук грязный немножко такой немножко как-то неправильный просто берешь записываешь а так ладно записал может частями короче я надеюсь что ты правильно воспримешь эту ассоциацию помнишь было назад в будущее фильм и там был этот профессор вот ты какой-то такой профессор какой-то ты в этом живешь и тебе очень веришь ты настоящий где мой делорен тогда образ да ты понимаешь и который реально разбирается в том что он делает и от этого кайфует на самом деле вот я у меня с детства как я себя начинаю начал к сказать воспринимайте понимать да мне не было другой вообще мысли кем я хочу быть создавать музыку больше вариантов любым способом тогда еще не было понимания как это сделать но у меня вот только вот это и для каждого концерта я делаю новый вот список музыки потому что старую ну просто стремно включать это что-то новогоднее видимо какой-то номер про кошек это просто звук реального кота просто именно играл потому ну просто вот видишь вот настолько скажу это количество треков написанных для одного конца и так каждый раз ну реально потом ребята читают номер в понедельник вечером читаются да а в пятницу через ну сколько через четыре дня уже концерт но я-то начинаю готовиться раньше то есть я я знаю тематику концерта просто вот этот концерт будет про это я уже дома накидываю пока они они же все же собираются со среды то есть среды начинают придумывать номера я в это время сижу дома у себя в студии мне там конечно гораздо комфортнее чем вот так ну вот и уже что-то накидываю мне звонят например оттуда отсюда говорят слушал здесь вот есть такая штука но если что-то крупное не тематическое вот что они но вот на откуп на конь песню например для ксюхи там будет клип песня вот серьезно на этом построил номер нужно написать некий хит накидывать текст я сижу это придумают напеваю там образец для ксюхи это утверждаем но это все дистанционно вот то есть я там они здесь и собственно делаем но очень быстро ну да ну на самом деле еще бывает так что неожидан процесс как сказать создание музыки он не прекращается на самом деле там чуть ждешь оба был чуть на диктофон быстро напел всего этого для такого я тебе говорю что этот профессор ты прямо этим живет я по-доброму тебя за надо как-то уметь так жить блин не знаю по-другому я даже по ним поднимемся и попадем в зимний сад где будем интервью записывать кстати у вас есть возможность посмотреть как вообще выглядит отель в котором сережа и большая часть ребята живут во время подготовки к новой программе прошу пожалуйста проходила зимний сад ни разу тут не был вообще ни разу не было вообще не заносило меня сюда да и собственно по-своему очень ну да прикольно везде указано что ты родился в сухом логе и в екатеринбургской области оказывается что я родился в нижнем новгороде у меня даже вопрос был слушать его настолько неприличный человек я не интервью очень информации никакой говорят у него говорят у него есть семья там типа жена и дочь но как я понимаю что может быть ситуация как с нижним новгородом окажется что трое сыновей вместо дочери кстати по россии правда сын сын и дочь сыну 30 ярик привет ну скоро будет ну вот я же говорю и там никто ничего про тебя не знает это прикольно а почему да а почему так не надо и это в интервью тоже сотрите пожалуйста ты серьезно да нет конечно да как то фиг знает не знаю так так получилось на самом деле мне не очень даже вот как сказать мне вообще не нравится когда люди распространяются даже вот между собой не на интервью а до 8 пришел в компанию там друзей ты с мужиками там собрались рыбалки там чё и обсуждают обсуждать можно все что угодно кроме жен вот это вообще никто не должен знать я так что ты помимо того чтобы работать с ребятами я посмотрю в открытых источниках ты был композитором только в одном фильме назывался семейный бизнес сериал даже это соответствует действительности ты больше нигде не привлекался как композитор ну вот был такой эксперимент с семейным бизнесом миша ковалев тогда предложил говорит вот на стс есть сериал будешь хочешь то есть сейчас вот старт сезона и распределяются такие как скажем вакансии будешь участвовать гридовая интересно давай и получается я писал музыку вот там вот в этой студии где вот сейчас фурки показывал это утверждалось потом ну или не утверждалось вносились справки я это снова делал отсылал опять был сам мне интересно было смогу ли я у себя в деревне находясь деревне написать музыку для сериала который будет показан там на стс да это все получилось но с такими блин энергозатратами что капец очень много права к тому у него свое видение музыки у музыкального редактора у меня свое вот эти все состыковки и прочее потом ну короче я понял что я это могу и сказал все мне хватит мне вот комедии хватает вот здесь то есть музыка у меня много своей музыки которые сюда ну вообще никогда не впишется то есть там она слишком во первых она слишком развернута то есть допустим там 8 минут композиции который там начинается и больше никогда не повторяется просто перетекает кстати можешь дать ссылку на это если чё у себя на канале на этот да ты публикуешь там музыку свою да я хотел спросить где послушать да теперь вы знаете вот тут можно послушать вот в описании пожалуйста то есть это на самом деле вот одна из тех ну которая называется пространство странство вторым словом пространство пространство она звучит минут десять там из трех частей но делаю капец сколько времени вот из-за своего профессионизма этого дома я сначала и записал потом переделывал там короче больше десяти лет это просто творчество или ты это делал под какой-то проект нет просто я считаю что вот под это надо снимать фильм я сделал вот это некий электронно звучащий там понятно что электроника макет не макет ночью 10-минутная вот эта звучащая композиция мне не хватало там чего-то прямо живого и мы не был такой опыт в жизни меня позвали в ту республика этого записывать гимн тувы то есть я прямо записал гимн тувы я приехал и там несколько дней прямо записывал вот вот ты представляешь в туинскую культуру я ворвался прям внутрь самый эпицентр когда ты сидишь и слышишь эти голоса там хор национальный оркестр республики тыла и все поют одновременно горловым пением там слушаешь сходишь там записываешь вот и они потом качестве благодарности ну что мы для тебя можно сделать вот чисто по-человечески игры слушать послушайте вот эту вещь и что угодно вот вы как то есть вы себя видите на пути сверху они напели там слушали полдня ходили чем так вот нормально да вообще шикарно ну на самом деле классно смотри помимо композиторской стиль у тебя есть несколько актерских актерских участий в некоторых проектах это бедные люди реальные пацаны о бедные люди точно же было ну да и реальные пацаны это все не вчера было это было там лет 10 назад но тем не менее 10 ну да был физкульт привет у нас сегодня спортивный день из главка пришло распоряжение нужны участники на межрайонную эстафету здорового образа жизни бибяки ну-ка давай ускоряйся у меня на тебя большие планы начальник такие спортсмены сил не так во-первых не начальник а тренер а во-вторых жену сил хватает бить а круг пробежать нет так она сама виновата водку мы выпила бебякин это еще не повод ее бить не так ли пошел бебякин это же квновская тусовка все друг друга знают то есть ну за кулисами не только то что вот видишь на сцене а жанна кадникова это же святка жанка да вот который святка жанка она же режиссер в этих реальных реальные пацаны и и бедные люди тоже она она знала что есть такой чувак у пельмени ну как меня знают мы с ней хорошо знакомы вот он подойдет на эту роль почему-то вот так знаешь выхватила из сотни образов которые людей которые знают во калуга подойдет давай позвоню когда мне сказали ее и вообще пешил то есть на тот момент на самом деле реально пацаны были так и как я чую почему я как я я ничего там не испорчу я сильно переживал знаю что эти не справлюсь жанка на самом деле вообще не знаю если такие еще люди нас на площадках которые тебя очень погружают в эту атмосферу своего человека то есть здесь все свои все мы все друзья вот мы все ковнички мы 1 1 да нет никого вот такого там другого суши а ты как пришел в команду ты был в стройотряда как ребята я и в институте не учился того ты как появился в общем я попал на студию здесь в екатеринбурге где вместо как бы штатного аранжировщика не было даже предусмотрено там был синтезатор в тот момент очень крутой там insonic то есть здесь sd1 вернее потом в какой-то момент приходят люди приходят к вадику пушкарева директору студии говорят слушаем мы уезжаем через неделю москву они с ним знакомы мы уезжаем через неделю москву а у нас музыкант короче отказался у нас был музыкант до этого и вот а теперь нам нужен кто-то кто знает это синтезатора говорит ну не знаю вот говорите с ним типа не против но пусть договаривайтесь а у них точно такой же как там в студии стоял чуть посовременнее но не тем не менее слушай поедешь это москву на к в я в жизни никогда не думал узнаю что я хочу быть такого речи как он каким-то никогда это вот надо быть больным вот как я больной музыкой нужно было настолько же больным к венщиком чтобы чтобы чего-то добиться пацаны вот все таки вот реально были тогда или всегда помню такими они вот вот это их и тут вот совпало знаешь я со своей стороны свои но меня выдергивает игру конечно давайте съездим я через день собираюсь мы едем на поезде в москву это 95 получается 97 а это не первый сезон нет я понял нет не первый гриву них уже был как в какой-то момент музыкант собирались они в 93 так то есть они в два сезона уже были в вышке я знал что есть такой к вы ну пи не знал что какие-то пельмени там ну и что при купе до кого ну при я помню еще подворником дома прикольно тут поехали поехали и все я через три дня стою на сцене блин к венады вот масляков стоит я там такое знаю что вообще вот так нас с нифига просто смотрите получается ты съездил первый раз и потом позвали ребята получается в когда они они да да и все они потом слушают часто это давай с нами тогда это продолжай конечно давайте шоу мозга шоу мозга У парней куча историй очень смешных, но которые даже сейчас рассказывать с такой усмешкой и легким румянцем на глазах, как там и голые бегали, в общем, и что только не вытворяли, да? Ты как-то принимал в этом участие вообще? Потому что у меня стало ощущение, что ты мог вообще мимо пройти этого всего. Хорошо, что в это время надо было кому-то включать музыку. Я сейчас радуюсь этому, вот знаешь, факту. Реально было, что вот на черном каваине, блин, не знаю, можно это говорить, нет? Ну, когда вы ходили без белья? Да, без белья. Просто, да. Ну, наверное, я бы вышел вместе со всеми, потому что все, но нужно было в какой-то момент включить лирику, когда, представляешь, тут тупая ситуация, вот стоит на полном чесноке, вот так голый, и тут звучит стандартнейшая КВНовская вот эта... Вот. А если серьезно, вот эти вещи. И нужно было ее кому-то запустить. Вот я ее запустил. Ну, если бы я там стоял, я уверен, я бы сейчас стыдился этого факта. Вот реально. Ну, это не твоя... Ну, это не за грани. Окей, а с алкоголем у тебя как? Да, капец. Ну, а представляешь, вот мы начали, вот молодые, там, пацаны, да, которые вдруг начали ездить с концертами по всей стране, и тебя везде рады видеть. Вот вообще везде. То есть по-настоящему, не потому что ты там, капец, какая звезда, а просто, ну, вот реально приехали пацаны в город, молодые, еще на тот момент не искрящиеся там от звездностей. Ну, просто вот, ну, свои парни, как бы, мы их рады. Видите, после каждого концерта банкет. Это изо дня в день, и потом просто уже, ой-ой-ой, ну, были проблемы, конечно. Но ты же в какой-то момент, я правильно понимаю, что ты от алкоголя отказался? Ну, да, да, я понял, что я с ним не умею дружить. И это совпало какие-то, вот, как так правильно, так подвести к этому с религией? Петр Николаевич Мамонов очень классно озвучил, у меня прямо запало. Он очень классно сказал, у него в интервью у Собчак, когда они спрашивают, ну, это немножко не относится к теме, но мы к ней подойдем, логически, к этому вопросу твоему. Говорит, ну, вот, типа, Мерседесы, это разрешено в вашей среде православным Мерседесам? Он говорит, смотри, в общем, на первом месте Бог, у каждого человека должен быть. На втором месте муж или жена, на третьем месте дети, на четвертом работа, на пятом хоть что угодно, хоть пять Мерседесов. Ну, то есть, вот если так вот такая цепочка, тогда все правильно у человека складывается. Давай тогда, о, давай, мы как раз этим и закончим. У меня есть вопрос, который я всем задаю. Он у нас сейчас будет очень логичным. Счастье, что такое? Ну, для меня на самом деле это прямо понятная вещь. То есть, понятно, логический, да? То есть, это вот момент, в котором ты не думаешь ни о будущем, ни о прошлом. Вот ты живешь вот этим моментом сейчас. Если ты не думаешь ни о будущем, ни о прошлом, а живешь сейчас, это и есть счастье. Да, то есть, это настолько редкий момент, что ты неосознанно к нему стремишься. Ты хочешь вот в этом состоянии пребывать. Ни о чем не думать, а вот жить вот сейчас. Это должно быть настолько, как я скажу, полное чувство, чувство полноты жизни в этот момент. Что тебе хватает всего, тебе не надо думать, что будет завтра. Или вспоминай, как было классно вчера. Да. Так. Продолжение следует...